Так, друзья, значит, Илья бросил громкое заявление по поводу того, что он решит проблему с мамой. Зачем откладывать на затвер то, что можно сделать сегодня, верно? Согласен. С вами маме. Маме Ольги и Алены. Сейчас тут... Татьяна Владимировна. О, Илья, только я тебя молю, нет. Алло, Татьяна Владимировна, здрасте. Это вас Илья беспокоит. Я слушаю, Илья. Татьяна Владимировна, вот хотелось бы с вами поговорить нормально, без всяких эмоций, там, скандалов и криков, как говорится, вот. Я вообще не понимаю, что происходит, и почему вы так категорически настроены против меня. Алена в безопасности, Алена счастлива, Алена радуется. У Алены нет никаких проблем. Я не знаю, почему вам Оля с Димой доносят такую информацию, что вы категорически настроены против меня, против Алены. Ну, я уже Алену объяснила, что я ее отправила туда, к Ольге, чтобы она ее поддержала. И очень тяжело в ее положении. Просто я не вижу поддержки. Она вот как специально. И просто против нее идет. Понимаешь, как получается, Илья, что вот она с тобой сейчас как замбированная какая-то стала. Это я не узнаю вообще, Алену. Татьяна Владимировна, послушайте, пожалуйста, у меня вот я ровно неделю пытался налаживать отношения с Олей, с Димой, с Олей, с Димой. Просто я вам скажу то, что Оля вам рассказывает, чтобы, знаете что, потому что Оля ревнует ко всей вот этой ситуации, что сейчас проходит на поляне. Она ревнует сестру, она ревнует меня, она ревнует Диму, потому что Дима ей... Вы знаете, сколько... Глупости какие-то. Сюда, сюда, сюда. Сюда, сюда. Пусть убедиться, дала советы. Ален, вы можете мои вещи пока не трогать? Татьяна Владимировна... Я сама приеду, садю. Так нет, вы пришли, сорвали все ее фотографии. Татьяна Владимировна, я вам клянусь, мы вещи Олины вообще не трогали. Я вот хочу вас реально пригласить, чтобы вы приехали к нам и посмотрели изнутри всю ситуацию. Посмотрели, как к Алене относится коллектив, посмотрели, как отношусь к Алене я, и посмотрели ситуацию со стороны у Димы и у Оли. Можно вас пригласить, пожалуйста, хотя бы, я не знаю, хоть на два, на три дня, вот тогда вы поймете. Просто то, что вам докладывают по телефону, это... Татьяна Владимировна, это ерунда, поймите просто, вот реально ерунда. Ну, Оля бы просто так не плахала бы, от Алены. Татьяна Владимировна, здравствуйте, это Влад Кадуня. Я вам сейчас дам Аленочку, вы с ней пообщайтесь, пожалуйста, как бы у нее тоже есть ряд вопросов. У меня к вам все-таки вот прямой вполне вопрос. Мы хотели бы вас пригласить на проект, чтобы вы лично, что называется... Ну, что я там не видела, Влад? Я все видела. Пообщались с дочерью, пообщались с Илюшей. Просто вот этот бесконечно будет сломанный телефон, он будет реально бесконечным, ситуация будет только усугубляться и обостряться. А когда вы, что называется, фейс-то-фейс встретитесь, мне кажется, вы все решите. Ах, когда к вам выехать? Чудесно, Татьяна Владимировна. Я вам через пару часиков наберу, и мы с вами точно договоримся по датам, когда вы к нам прилетите. А пока вот я Аленочку вам передам, вы с ней пообщайтесь, пожалуйста. Хорошо, Татьяна Владимировна? Спасибо. Спасибо большое. Мама, привет. Здравствуй, Алена. Ну что, в новом виде отношения с Олей? Ты писала ей, звонила. Ну, я с ней общалась, мама, она не хочет со мной разговаривать нормально. Она меня опять начинает оскорблять. Может быть, это действительно какая-то с ее стороны ревность, мам? Она, понимаешь, это проект ее, комната ее, Илья бывший, ее, сестра ее, все ее, все должно быть по ее правилам. Но мы через эти правила перешагиваем. Ален, я предлагаю переложить разговор на личную встречу уже. Нет, просто, понимаешь, у нее не то, что ревность. Вы сейчас ни к чему не придете, правда, Ален, не накручиваю маму. Как бы она переживает, что зрители скажут. Моя сестра своим бывшим, как бы парень, тем более она вот, как бы говорит, мам, Илья, он такой, может руку поднять, ты знаешь. Мам. Какой такой... На встречу переноси, не заводись. Мам, в общем говоря, пожалуйста, приезжай сюда, все увидишь, все посмотришь. Мы с тобой все поговорим и потом уже сама сделаешь, я уверена на то, что другие выводы. Мы тебя будем ждать. Все. До свидания, Татьяна Владимировна. До свидания. Значит, мама прилетит, она дал добро, это замечательно. Как будем мы ее встречать, как будем мы разговаривать? Вы хотите встречу на пятерых или встречу на троих? Нет, сначала хотим встречу... Нет, 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 давай вот так сделаем. Сначала встречу мы хотим на троих. Вот мы ее встретим здесь, мы с ней поговорим. А потом, естественно, мы хотим встречу на пятерых. Хорошо. Мы не хотим сразу пятером разговаривать, потому что будет негатив, будет скандал, будут опять непонятки, потому что их будет, я знаю, что Дима с Олей будут переть против нас. Вот дайте нам, пожалуйста, поговорить с мамой. Да, мы же не против. Я поэтому спрашиваю, вы пригласили, поэтому я вас и спрашиваю на планах, чтобы не было потом никаких недоразумений. Вот мы хотим с мамой побыть день. Просто я боюсь, что Оля сейчас узнает о том, что мама летит сюда, скажет нет, нет, нет. Да нет, мама сказала, прилетит, она прилетит в любом случае. Давай нашу комнату украсим. Хочу, чтобы наша комната блистала сегодня. Прям блистала и горела. Чтобы все было романтично и прилично. Ну что ты говоришь? Я тебя отвоюю, я тебя заколдую. Ты мое счастье, ты моя девушка, девушка мечты. Ты мое счастье, ты моя радость, ты моя девочка. Ты мое счастье, ты моя радость, ты моя девочка. Тебя я встретил, Розу, чайную свою, Я без тебя и дня теперь не проживу. Да ты моя, моя малышка маленькая. Роза, бери вот этот твой кусочек, малыш. Мы хоть вещи пособираем, никто мешать не будет. Роза моя, ты чайная, Роза моя, печальная, Я так хочу быть с тобой, Об этом тебя молю. Вот наша кружечка, забери мою, я покупал ее. Здесь нет вещей. Думаю, не перенесли в ту комнату. Всем привет. Привет, ребят. Мы приехали вещи собрать. Давай. Сейчас условное скоро будет. Вы завещали? Да, и подушки, кстати, те наши, на которых вы спали. Это ваши подушки? Да, мы покупали эти подушки. У нас здесь все свое. Потому что я покупал эти подушки. Не-не, без проблем, подушки уберите. Вы долго будете сидеть? Как дела у вас? Да нет, сейчас вот поедим и уходим. Ну, пускай едят. Хотите, присаживайтесь. Нет. Нет, у нас время. А что, тортик? А вы на голубном будете? По тортику? Нет. Мы, я в детрете, какое голубное. А что, по тортику нет? Нет, спасибо, друзья. У нас вы объелись, мы не голубные. А что, как дела у вас? У нас все отлично, все прекрасно. Я просто пройти не могу, мне нужно собрать вещи. Ну, сейчас 10 минут и мы уходим. Просто имейте уважение, пожалуйста. Я в положении, сейчас не важно себя чувствую. Я приехала только ради этого. Ну, уходим, уходим, все. Да, все, емой. И вообще-то вы просили же время на квартиру, чтобы я вам комнату дала. Мы как по-человечески как-то вас спустили. Так мы же ничего не трогаем, просто спим. Мы даже свои вещи не завезли. Я сестра просила тебя по-человечески просто подождать до дня. Так мы же ничего не трогнули, Оль. Ты знаешь, мою реакцию, как я к своим вещам отношусь. Картинные, фотографии, это все мое. Мы просто положили вот туда, все, вот они лежат, все. Нет, я не спорю, я просто не трогаю. Я реально говорю, ничего не трогаю. У нас остается на их совесть. Абсолютно ничего не трогали. Ну, я не могу, потому что, да, пройти там вещи, все, сумки. Ты можешь это пожелать, ты разувай себя. Давайте мы вам поможем, что не вопросы, я имею в виду, уберем. Да нет, мне хочется здесь быть с мужем, вдвоем собрать все свои вещи. Ну, это наша комната, как вы будете вдвоем-то? Ну, здесь своего ничего нет. Ну, конечно, все. Здесь мои вещи, еще раз говорю. Да не хочу ругаться, чтобы собрать спокойные вещи и уехать. Без проблем, мы вам помогаем, что проблем, наоборот, убираем свечки. Мы сейчас уходим, вы делаете, что хотите, вещи собирайте. Должна будет помощь, мы поможем без проблем. Просто я вас прошу, пожалуйста, не настраивайте маму против нас. Я ни в коем случае не знаю, что Татьяна Владимировна скоро прилетит сюда. Мы ее пригласили уже. Мама сказала, она будет жить с нами. Тогда мы сегодня пригласили маму. Мы ее сегодня пригласили. А она прилетает на один день. Она не на один день. Нет, мы ее оставляем здесь на неделю минимум жить. Да не надо мне рассказывать, что своей мамой сегодня общалась. Господи, я с ней общался тоже Я два часа назад с мамой разговаривала Хорошо, все, мне все равно Пусть будет так, все Она будет жить, смотри, нет Она будет жить, во-первых, с нами, я сегодня поговорил Она будет жить с нами, потом Оля рожает Она будет помогать вам Но с ведущими я сегодня разговаривал И ведущими дали добро, что мама будет жить с нами постоянно Что ты по маме болишь? Мама дела, работа нога, доча приду на день, доча Мы были, значит, уволим маму твою сработать И будет здесь получать декламент Она полетит Убежу тебя и полечу во Владивосток Она ко мне прилетает, Оля, мы с ней наобном Разговаривали, я кричу, чтобы разобраться в этой ситуации Вот ты, ну, страшно, ползал, маму сюда тянет Оля, это ты все А ты маму расстраиваешь Ты расстраиваешь маму Она, мама, мать не говорит, что я отварь Вы кричите, я вас не могу перекричать Да я вообще молчу, вы кричите Как я тебя терпила, скажи Расскажи мне, как я тебя терпила Дайте покажу, пришлю, скриру А ты скажи Не разговаривай с тобой, скажи В смысле, я тебя спрашиваю, у меня есть тоже моя мама Так, девчат, не, секунду До свидания, Оля, давай, удачи тебе рожай Давай, сделай со своими До свидания До свидания, дебилки Вы можете поговорить сестру отдельно Я с ней буду разговаривать Я же не ездил А почему вы меня засаживаете? Нет, я не предъявляю Я наоборот, сегодня изначально Я отношения хочу человеческое И все от вас Секунду, Оля, ты дашь мне сказать Относимся Ты много говоришь и бессмысленно говоришь Я был изначально, наверное, один из тех людей Который был за, за то, чтобы Алена здесь осталась За то, так же, чтобы Алена здесь строила отношения На сумке, давай, на эти, распокойся Все Ванна, твоя жена, твоя жена говорила о том Что, когда она только зашла, сестра на порог Она говорит Я надеюсь, что ты приехала в гости на неделю Да, я не хотела, чтобы она с тобой была Она будет звезда здесь О, малолетняя Успокойся, пожалуйста Оля, Оля, ну ты чего? Ты такая сестре, как же родной? Да, да, она мне уже не родная сестра Я знать не знаю Оля, успокойся, пожалуйста По крайней мере, она будет звездой Все И по крайней мере, у нее не будет грязных отношений Ага, потом прибежи, сестра, помоги, спасай Тебе никогда не прибежит Да, конечно Я сделаю так, чтобы она к тебе не прибегала Да, ты сделай так, чтобы ты ее не опозорил Уж как вы опозорились на всю страну Пошел он отсюда Пошел он отсюда Вот это позорище Это было позорище Можно вспомнить, когда ты был в СССР, и с чего у тебя была ситуация Да мне все равно Вы нас засаживали, мы вас не трогали Нет, ты сейчас, ну и жену Я не оскорбил твою жену Моя жена мою женщину называла Да, потому что она должна открывать со стариком Секунду, смотри, секунду Секунду, сестры пускай решают Подождите, сестры пускай решают вопросы сами Я старик, я старец, ты старше меня на 5 лет Ты вырежешь на 50 А ты на 6 лет Предательство в том, что сестра договорилась с сестрой И сестра могла своему мужчине сказать За секунду Илья, послушай меня, я сестре пообещала Через 2 дня Дима с Олей соберут вещи И все, ну вещи вы перенесли сюда Дима, дима, да два журнала Да ничего страшного, друзья Да ничего страшного, друзья Мне нельзя нервничать, я прошу, умоляю Выйдите, пожалуйста Сестра плакала, она очень всегда сказала Я ее спогнал вас в отеле И благодаря моему мужу он меня успокаивал Я в отеле Вот за секунду Вот если бы ты образно... Секунду Секунду бы меня к себе домой Вот она, все, что я сказала Вот она, вот она святая Посмотри, как она дома так со мной разговаривает Я не слышу, что она сейчас получилась Вот она, вот она, ваша аненушка Да конечно, грязная Молодецка, позорница Меня еще будут позорить В моей жизни ее нет Можешь успокоиться, пожалуйста, все Жени со своим колхозником Так, успокойся, пожалуйста Будь выше, будь умнее Она у меня сейчас, старшую сестру беременную Пошла ты на Потом она звала нас грязью Потом она скажет, что ты тварь Да и что? Она все делает без камер Оля, послушай меня Мне не жить с твоей сестру Я не позволю этой малолетке Которая спит с колхозником Старб... Оль Нас оскорблять Оль, мне не жить Еще раз говорю Я так говорю по факту Мне не жить с тобой Я-то ничего не придумываю Мы с тобой семья Послушай меня Дай выговорить Я-то ничего не придумываю Оля, тебя несет Тебя очень сильно сейчас несет Я тебе говорю Никакого вообще с ними общения До тех пор, пока не приедет мать Я буду мать ждать Я тоже Я все, не хочу общаться Я буду ждать мать и все И вот еще раз говорю Она должна реально извиняться за это Она должна реально вымаливать у тебя В смысле прощения Да, конечно У нее корона не спадет с головы Это все Это спокойная семья приехала? Вот ты мне скажи Это спокойная семья, где идиллия Где идиллия в семье Это вот ты мне скажи Это спокойная семья? У которой у беременной женщины Изо рта льется грязь Вот ты мне вот скажи просто Это спокойная идиллия в семье Вот на телефон нужно было записать Чтобы маме показать Дима, просто смотри, я хочу просто сказать, и все, мы уходим, вы собираете вещи, чтобы не мешаться. Я не хочу вас. Смотри, какая ситуация. Если Оля когда-то захочет общаться с сестрой, когда-то, да, там, родит, там, я не знаю, выдохнет, вот. Ну, вот они сами просто решают, не я. Я не решаюсь. Я просто скажу так, что если она не вымолит и не будет просить прощения Оле, она никогда в наш дом не ступит ногой. Хорошо. Так что вот так, Дима. Я еще раз говорю. Чтобы было порядок. Слушай, ну я считаю, это ужас. Нет, я тебе скажу, что девочки должны сами решать между собой этот конфликт, я тебе так скажу. Но ни я, ни ты не вправе туда лезть. А когда мы туда лезем, мы масло в огонь подкидываем только так. Ну, может быть, согласен. Вот. Я считаю, что это... Я просто свое слово сказал. Я считаю, что это ужас. А в мой дом, я скажу, что в будущем, впредь, именно в мой дом в Москве, когда я себе куплю, фиг кто зайдет. Потому что после такого, потому что я не могу, у меня теперь доверия к Алюне вообще никакого нет. Она мне лично обещала. Ладно, сестре беременной, она плевала на нее с большой колокольней, но она мне пообещала. При том, что я уважительный был к Алюне, я поддерживал. Послушай. Дима, твоя жена, твоя жена. Нет, да не надо на жену. Нет, ты говоришь за Алену, я тебе говорю, смотри. Алена, твоя жена одела корону. Алена, вот. И одела корону, которая не является. Благодарен Алене, Алене, спасибо. Счастья, любви Алене, я желаю. Все, удачи вам. Мир на твою голову не почисту. Все, удачи вам. Все, удачи вам. Все, удачи вам. Все, мы чешили у них друг друга. Все, что мы снять. Я только желаю счастья. С вами попытались налажить. Да, роди бог. Нет, я есть тех людей, которые, наоборот, поддержал. Дим, вот смотри. А мне плюнули в душу, размазали вот так. Дим, может такое быть, что... Дим, может такое быть, что... ...восемьсот человек коллектива, и вас до сих пор не уважают. Ты что хочешь нам это знать? Да наплевать нам. Илья, иди, все хорошо. Нет, Илья, поймите, что у меня не жить коллективом, вы не пришли, что я все время. Илья, мы сюда, у тебя мы больше не придем. Все, живите, что хотите. Дайте собрать вещи, а. Когда мы к вам приходим, сей душой, мы сидим, едим торт, пьем чай, вроде бы как бы, ибо как бы, примелись, но без негатива. Мы выходим, вас на шок. Илья, можно мы вещи соберем? Да, да, мы вещи соберем. Мы жена беременна, мы жена беременна, мы жена беременна. Мы коммунию. Нет, я не буду. Илья, давай потом поговорим. А, слушай, мы на шок, уходим в борцов, держать на шок. Никто не. Вы берете нас засаживать. Я не хочу, что это вы слушали. Твоя женщина, твоя женщина меня засаживала, говорила мне, и все, ты мою жену не уважаешь, понимаешь, ты не уважаешь мою жену, потому что ты истер общаешься. Иди п***ь. Успокойся, ты, успокойся. Слушай, ну что такое сейчас было вообще? Потому что жена беременна у меня. Мы с тобой разговаривали. Я понимаю. Ну ты можешь мне жене сказать? Я скажу ей. Я скажу все своей жене. Уди отсюда, нечего. Я жене своей скажу. Я даю. Десять минут, чтобы. Ты почему. Я тебе говорю. Пусть будет так, не спорь с ним. Мы такие, мы такие, пускай будет так. Да нет. Дим. Я тебе еще раз говорю. Ты почему не можешь спокойно собирать вещи? Дим, пожалуйста. А еще проблема. Я прошу тебя ради ребенка. Оля. Я прошу тебя, пожалуйста, ради ребенка. Приять мать, я ей все скажу реально. Просто все скажу. Они меня реально просто вымцовели. Она мне в это, разбила, разбила, в голову мне кинул эти. А? Космечик? Видел, да. Все, Леня, вообще не трогай их. Ни слова не говори. Пусть мать приезжает. Пусть мать приезжает. Если она так себя ведет, она останется одна. Все. Не хочет без сестры быть? Не будет сестры. Все. Такое отношение. Мне такая сестра тоже будет не нужна. Мы с ними больше не общаемся. Я тебя просто прошу по-человечески. Мы не общаемся больше с ними. Услышь меня. Не общаемся. У них своя семья. Все. Я не хочу больше их видеть в этом доме. Сегодня из декрета приехали Оля и Дима Рапунцель. Забрать свои вещи. Но у сестер Рапунцель произошел страшный конфликт. Давайте встречаем ребят и узнаем, что же случилось. Не реагируй. Не надо. Отлично. Все. Сердечко свое. Пожалей. Нормально все будет. Ребенка, пожалей. Все. Так, встречаем аплодисментами наших звезд. Ура! Звезды! Не надо, не надо. Мы не звезды, мы обычные люди. Хорошо. Спасибо. Спасибо. Мы для вас там приготовили уже. Ребенка, привет. Спасибо. Дождался с твоей принцессой? Молодец. Вон пледики вам, подушки. Укрывайтесь, ребят. А что вы такие злые? Мы не злые. Мы торопимся. Привет, друзья. Хорошо. У нас квартира на кону. Все решается. Я могу уйти за кого-нибудь сегодня? Ой, да подождите. А что случилось? Почему вы сегодня поругались с сестрой? Вот что мы хотим узнать. Два журнала. Да ничего страшного, друзья. Да ничего страшного, друзья. Мне нельзя нервничать. Я прошу, моляю. Ну ты сестру будешь. Сестра плакала. Она очень сильно жала. Я ее успокаивал в отеле. Я в отеле. Я в отеле. Я не могу плакать за меня, сука. Да я беременна. Вот если бы ты, образно Ален, пригласила бы меня к себе домой. Вот она. Смотри, что она сказала. Вот она святая. Просто как она дома так со мной разговаривает. Какая ситуация? Я думаю, что две души родственные могут всегда между собой решить. Ну? Все что угодно. Когда Оля подходила к своей сестренке, к Алене, и несколько раз просила. Ален, мы когда уйдем в декрет с Димой, ты можешь постарожить вещи? За два дня мы с Димой вывезем все вещи. Слушайте, какая ситуация? Мы приехали, наши вещи просто в ковардак дома. Неприятно. Фотографии, наши картины. Это мои вещи. Она знает, как я реагирую на это. Подождите, насколько я знаю, я вчера разговаривала с Аленой на Тетете, они заняли только спальню. То есть в шкаф они не залезали, вещи ваши не трогали. На полках. Единственное, фотографии, наши картины. На полках. Ну да, но ты сейчас так рассказываешь, Дим, для зрителя, такое ощущение, что знаешь, ну вот чего, зачем врать? Ладно, можно я скажу? Они заняли только кровать и две полки прикроватные. Мы не знаем, что это ваши подушки, мы отдадим вам сейчас. Нет, мы заправили. Да при чем висит? Я еще разговаривала. Она мне судьи оскорбила. Ну это сестра родная, послала на подушке. Я тебя оскорбила, Оль. Ладно, можно я пример, секунду, пример приведу. Часпорт разговаривает. Давай, Дим, 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 поругались Оля с Аленой. Можно мы послушаем Олю и Алену? Димочка, допустим, я живу со своей женщиной в Москве. Выезжайте с сестра. Мы им просто говорим, поживи у нас. Мы в Дубае слетаем с женой. Она бьет. Я его время сейчас дома сделаю, здесь переделу все вещи. Ну это сейчас враньё! Ну скажи, я вроде враньё. Подожди, ну Влад, это враньё. Мы сёстры поругались, ты с Димой ступаешь в это враньё. Да бог с ним, с его мнением вообще, господи. Мы приехали собрать свою вещь. Сидит Оля, есть Алю, на нем, а? Алю, скажи. Две сестры пусть поговорят между собой. Это в Богу, это некрасиво. Я попросила по-человечески. А так относится к беременной сестре, мне обидно. Ты Алене это говори, а не нам. Я говорю это ей, она это слышит. Ален, говори. Что у нас делала? Пошла шалава, она мне говорит. Дима, твоя жена говорила о том, что когда она только зашла, сестра на порог, она говорит, я надеюсь, что ты приехала в гости на неделю. Да, я не хотела, чтобы она с тобой была. Она будет звезда здесь. Оль, хватит, пожалуйста. Шлюха малолетняя. Успокойся, пожалуйста. Оля, Оля, ты чего? Это ты такая сестре говоришь родной? Да, да, она мне уже не родная сестра. Это ты ей сказала? Вальты мне сказала. Это ты ей сказала? Шлюха, я говорю, ты шлюха малолетняя. Ты, говорю, маленькая, живешь с старпером. Да ты 60 лет, тебе 60 лет. Козлик, позоришь. Позоришь, а зачем ты оскорбляешь? Зачем ты оскорбляешь? Тогда ты... Я еще раз говорю, Дима, останови свою женщину. Она сейчас не оскорбляет. Она моя обнагодка, только еще старше на 6 лет. Другая ситуация. Однагодка, ровесенький. Я не лезу, пускай, меня пускай не трогает. Ты соблазняешь девчонку. Меня пускай не трогает. Какая разница, ровесенью? Оль, ты можешь поговорить с сестрой? Оль, я взяла только твои журналы. Я их не выкинула никуда. В другую комнату я их не убирала. Я их положила просто. Сувениры. Просто. Потому что мы тумбочки освободили. Я попросила по-человечески. Подожди. Дим, ну... Подожди. Она тебе слово давала, как сестра. Я не позволю. 20-летний какой-то шмакодявки так общаться с старшей сестру. Она прямо мне меня сейчас вообще выкисит. Я уже не могу я спрятаться. Оля, ты забыла, как сестра обещала, что вещи будут в целостности и сохранности. Оль, ты меня просто поражаешь. Вот как можно относиться к родной своей сестре? Я просила, почему не морские? Не трогайте мои вещи. Ну, другой бы человек уехал, наоборот, для своей родной сестры, как мне кажется, оставил бы лучшие условия, по возможности. Еще бы сделала так, чтобы никто другой не заселился. Мы все соберем в вашу комнату, мы договоримся в вашем семье. Скажи мне, пожалуйста, у тебя что там, яйца Фаберже стояли, и она разбила, я не понимаю, что у тебя там такого было? Да это подло. Как я могу сейчас ей доверять истинам? Подло, что она твою картину переставила? Сюха, ты позволишь у себя дома своей родной сестре переставлять что-то? Да нет. Если ко мне приедет моя сестра, я сама лично освобожу ей полки. Это нормально, понимаешь? У меня нет сестры, но, по крайней мере, я понимаю, что такой родной человек. Ну, когда сестра дает слово и говорит, что я ничего не трогу здесь, понимаешь? А потом в лед есть, я сказала, что тебе какая разница, ты переезжаешь, ты сейчас полгода там жить, не будешь 4 месяца. Я наоборот, я сказал, живите. Вам кровать жалко, что ли? Или что, картину вашу, где ты там на коне стоишь, убрали в другую комнату, что сделали-то, я не пойму. Пусть сильно ошибается на салон. Я убрала твои журналы просто на полку. Журналы на полку переложила. Там есть и вето. Я не хочу с ней больше связываться. Окей, хорошо. Пусть за нее решает все. Ты отказываешься от сестры? Пусть за нее ответственность, все, я сказала, когда ей плохо станет, я ей воду принесу. Я надеюсь, до такой степени плохо никогда не станет. Идеальная семья. Я просто хочу жить в своей жизни. А чего у тебя такая злость? У меня злость. А чего у тебя радости-то никакой нет? В чем радость, когда берут мои вещи, когда по мне проходят, когда троллинг срабят, оставляют. Из-за того, что ты несчастна с Димой. Тогда Диме ей предъявляй. Я счастлива, так ты ошибаешься. Я своему же счастлива. Давайте мы не будем разбираться, почему несчастна Рапунцель. Так, так, умоляйте, Рапунцель несчастна, потому что она Рапунцель. Все. Я переживаю за сестру, что она связалась с ним. Итак, последнее, значит, заключительное. Мне хочется от тебя слово. Конкретно. Подведи итог, касаемый Алены. Первое, значит, в эту комнату я никогда не возвращусь, я жить там не буду. Со мной поступили очень подло и низко. Меня предали. Комнату забрали. Илья Ибарович говорил, что... Хорошо, сожжем ее дальше. Оскорбленный, что он. Ваша, не ваша комната, это наша. Женщина оскорбляет, Дим. Как я тебя оскорбила? Нет, 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 нет. Я молчать не буду. Как я тебя оскорбила? Нет, Дим. Или ты затыкаешь своей женщине рот. Вы сейчас сказали позиции. Нет, не позиции. Я еще раз без оскорблений буду. Без оскорблений, Дима. Или ты, еще раз говорю, своей женщине затыкаешь рот, или я тебе его затыкаю просто. Тишина. Итак, вердикт каков. Все, в комнату не возьмешь. Вердикт каков. Я счастлива там. Вот мы в декрет ушли, сможем наслаждаться с тобой. Мы уже счастлива, это мы видим. Дальше. Мы сюда пришли, Ксюша. Алена. Мы сюда пришли, сюда пришли. Мы все, абсолютно другие. Вы знаете, мы вообще не родили. Нас давили до слез, да и стелек. Нас просто хотят вот что-то превратить. Не дождет. Можно не про вас, а про Алену сейчас. Сами боритесь в этом. Все прекрасно, будем бориться, все у Кида говорились. Ален, сегодня ты узнала, что ты овца и шалава от родной сестры. Так же она мне сказала. Да, понятно, да. Я тебе говорю, овца и шалава, я овца. Оль, теперь ты молчишь. Ты мне это сказала. Оль, ладно, ничего. Я сказала одну, одну фразу. Когда вы меня довели, сказала, что это шлюха. Я вылетела, сказала, дебилы. Все. Смотри, она даже не помнит, что она говорила. Ничего страшного, Оля, она правда не говорила на самом деле ровным счетом ничего в твой адрес. Но ты сейчас в меня не поверишь, поэтому я ничего говорить не буду. Ален, хорошо, вот ты услышала. Ты видишь, твоя сестра несколько не обменько. В данный момент ты чего делать будешь? В смысле, я не обменько? В смысле, ты не слышишь и не реагируешь на голос? Я это принимаю, не позволю так себе относиться. На данный момент я не буду с ней общаться, не готова с ней общаться. Все, Оля позиция, она не будет общаться. Ален, какая у тебя позиция? Я тоже не собираюсь с ней общаться. Она пять раз от меня отказалась, если она действительно так хочет, чтобы у нее не было сестры, у нее не будет сестры. Все. Ну и хорошо. На данный момент Ольга Рапунцель и Дмитрий Дмитренко ушли в декрет, они счастливы. А сестры сказали, что они общаться больше не будут. Что будет дальше, поживем, увидим. Понятно сейчас это разговоры, не разговоры, не пустую ничего. Понятно, что она тебе слово давала, а она слово забрала уже. Десять раз, понимаешь? Она поменяла позицию, а не... Она изначально с первых дней меня предала. Все, я делала свои выводы. Оль, об этом и нужно говорить. А ты больше... Я говорю, предательница, подло поступила. Что, много раз я буду одно и то же говорить? Я сделала свои выводы, это мое мнение. Хорошо, пойдем этот подверь. Сумку заберешь и поедешь. Я тебе немножко за другие вещи говорю. Ладно. Ладно, посчитала нужно, сказала. Мы там счастливы, добрые, улыбаемся. Здесь постоянно вот эта вот нервотрепка. И должна из-за этой малой страдать. Оля, Оля, здесь прессинг немножко. Прессинг, прессинг, да. Если бы сестра любила бы тебя, она вошла в твое положение, я бы не сделала бы того самого. Не сделала бы, она знает мою реакцию. Олечка будет переживать, Илья. Это провокация намеренно, да. Это провокация, я тебе изначально говорю, что они провоцируют. Я знаю, я знаю. Сестра знает, что ты беременная. Да. Она поддакивает и своему мужчину. Да, она на него что не станет, не уважает. Она не может, послушай меня, не перебивай. Она не может ему мужчине сказать, и рот сказать, закрыть. Илья Ябаров. Да. Ну, как-нибудь, ну, давай это, подожди попозже. Сейчас сестренка моя любимая вечно соберется со своим мужем. Да. И как-то войти в положение. Видишь, она не вошла, потому что не уважает тебя. Все. Короче, смотри. Ой. Олюшка. Огрушка осталась наша еще. Пошли отсюда. Я все, 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 все. Мы как уважающие люди себя, как мужчины, мы должны абсолютно вести себя по-другому. Абсолютно. Не вступать вот в полемику вот эту женщин бабскую, понимаешь? Вот. А наоборот сделать так, чтобы сестры помирились. Вот что мы должны сделать. Вот что будет правильно со стороны Дмитрия, поговорив со своей женой и переубедив, что вы сестры, вы две родные кровинки. Вы должны общаться, вы должны любить друг друга, поддерживать и помогать, а не просто хаять. Послушай, это твой выбор был, мужчины, а это ее выбор, мужчина. А если ты будешь переть постоянно против него, против Димы? Ты же этого не делаешь. Ты же это приняла, то, что он издевался над твоей сестрой. Приняла. Вот будет правильный мужской поступок. Если он поговорит с своей женой, а я поговорю с тобой, и мы вас помирим, и мы будем нормально общаться, вот тогда будет правильно. И тогда люди и коллектив с другой стороны посмотрят и скажут, действительно, вот ребята достойно поступили и разрешили этот вопрос. Но когда мы друг друга хаем и плеваем, понятно, что и у меня нервов не хватает. И у меня тоже нервов не хватает. Нифига себе, мне там будут сидеть, затыкать рот и послать надо. Нет, я этого терпеть тоже не буду. Психотечками кидаться еще в лицо. Вот это было бы правильно, если бы он свою жену взял бы и переубедил бы и сказал... Это же значит, что я пойду на примирение в любом случае. И я пойду. И я пойду. Она не пойдет. Она будет до последнего долбить. Будет до последнего, пускай долбит. Она скажет сейчас, все, мы помиримся, через день она опять будет меня долбить, понимаешь? Я готов пойти. Я еще раз говорю, если он проведет своей жену работу и будет на данный момент, как тебе сказать, готова пойти на примирение, я готов пойти на примирение. Я готов нормально с Ольгой общаться. Я вот после вот этой всей грязи, я готов с ней нормально общаться. Я тебе обещаю просто. Дим, вот мне бы хотелось бы реально, чтобы ты с своей женщиной провел колоссальную работу. Вот знаешь, как это смотрится? Я тебе просто расскажу. Мы орем, как дураки и дикари. Я думаю, ты в глубине души это понимаешь. Я прекрасно понимаю. И на родном месте мы друг друга не слышим, когда орем. Понимаешь? Они бабы орут. Мы с тобой на эмоциях начинаем подключаться, начинаем орать, оскорблять друг друга. Вот знаешь, как было бы круто по-мужски поступить? Я бы проговорил бы с Аленой, ты бы проговорил бы с Олей, когда вот только она успокоится. И Алена, и Оля успокоятся. Чтобы мы пообщались с своими женщинами, и чтобы они просто, сестры, помирились. Вот я, например, сейчас Алене объясняю, что вы наоборот должны сейчас помириться, поговорить Оле с... Ну, я имею в виду с Аленой. Мы с Диманом вообще не должны туда лезть. Просто Диман должен с своей женщиной проговорить, и я должен с тобой проговорить. И просто не сталкивать лбами их. Понимаешь, какая ситуация? А мы, получается, ты сейчас поддерживаешь позицию Оли, я, естественно, поддерживаю позицию Алены. И у нас опять идет война. Нет, я тебе скажу, что, девочки, я туда даже не лезу. Ну как не лезешь? Я не лезу. Ты тоже начинаешь кричать, я тоже начинаю кричать. Для меня важно, чтобы они вдвоем сели и поговорили. Пускай. И пришли к какому-то знаменателю. Однозначно. А если мы туда влезем, ты либо я, все. Кто будет виноват? Виноваты мы будем. Мы будем морды бить. А за что морды бить? Давай тогда сделаем так, вот по-мужски. Вот просто сделаем так, чтобы они встретились. Мы просто уйдем с тобой отсюда. И пускай они часами здесь разговаривают. Нет, смотри, какая ситуация. Моя жена на данный момент, она сюда не приедет, пока не приедет. У нее сейчас больница, врачи, там, ну, свои моменты. Я буду приезжать сюда, да. Я думаю, что камень вода точит. Со временем, рано или поздно, девчонки помирятся. В данный момент у меня немного другая головная боль. Я сейчас, я по мере поступления буду решать эти проблемы. С женой со своей, с женой со своей, я обязательно поговорю. Да, вот это будет правильно. Она либо созвонится с ней, поговорит с ней, там, да, по телефону, я думаю, что, либо она в гости потом приедет. У них свои, это их перипетии, они должны их сами решить. Лех, глядь. Да не выкачь, ян, глядь, маленький. Обсуждается, понимаешь? Такое позорище, да? Что ты говоришь? Это очень низкий. Я вообще считаю, я не то, что считаю низкий, я вообще считаю постельную жизнь, обсуждать это... Ну, давай по-честному, да? Это стрёмно. Да. По-честному. Субтитры сделал DimaTorzok